Что делать, если врач-стоматолог сказал, что вам пора ставить коронку? Посмотри это видео до конца и узнаешь, какие коронки я бы поставила себе, да и что говорит, я уже поставила их себе. Здравствуйте, меня зовут Гордея Ивановна, я врач-стоматолог-ортопед стоматологической клиники, студия Улыбки, город Нижний Новгород. Что же такое коронка? Коронка – это колпачок, который одевается на зуб и позволяет равномерно распределить нагрузку на зубы. А вот для того, чтобы это сделать, бывают разные виды конструкций. Наше стоматологическое сообщество очень сильно развивается, мы используем современные технологии, сканеры, 3D-печать, фрезеровальные станки. И поэтому нужно знать, какие же технологии есть сейчас, а не пользоваться технологиями, которые были 20, 30 и даже 40 лет назад. Давайте разбираться. Все коронки мы можем разделить на две большие группы. Первая группа – это будут коронки с металлическим составляющим, то есть мы их отнесем с наличием металла, то есть у нас есть в составе металл. Вторая большая группа – это у нас будет безметалловые коронки. То есть мы сейчас разберем плюсы, минусы и тех, и тех, и какие же они бывают. Металлические коронки – это коронки, в которых действительно используется металл. Безметалловая керамика из названия сразу понятно, там отсутствует металл. Какие же бывают металлические коронки? Мы можем выделить две большие группы в металлических коронках. Это металлокерамические коронки, это с виду зуб выглядит такого же цвета, как и свои зубы. То есть металлокерамические коронки, они довольно эстетичны относительно просто металлических. И есть просто металлические зубы. Они бывают как штампованные, они могут быть желтого цвета, они могут быть белого цвета. Это не обязательно золото может быть желтого цвета. И также они могут быть комбинированы. Может быть металлическая коронка, сверху облицованная керамикой. Давайте поговорим, почему же я, как стоматолог, например, не хочу себе поставить металлокерамическую коронку. Потому что по технологическому протоколу для того, чтобы сделать металлокерамическую коронку, мне необходимо подготовить зуб. То есть вот у нас есть зуб, который нам необходимо подготовить под коронку. Для металлокерамики нам необходимо сделать металлический каркас, который должен плотно прилегать к подготовленному зубу. Толщина такого каркаса будет 1 мм. Это минимальная допустимая норма. Для того, чтобы мы нанесли слой керамики, то есть это делает техник, специально обычный человек, зубной техник, который получает средне-специальное образование, который очень аккуратно восстанавливает зуб при помощи массы кисточки. Ему необходимо где-то еще 1-1,5 мм для того, чтобы нанести слой керамики. И у нас получается, что для того, чтобы подготовить зуб под металлокерамическую коронку, нам нужно в среднем убрать с каждой стороны 2-2,5 мм. Это очень много, учитывая, какого размера у нас может быть зуб. То есть все истории, которые были раньше, люди приходят и говорят, вы мне только зубы так не обтачивайте, чтобы от них ничего не осталось. Если бы мы подготавливали их под металлокерамические коронки, то так бы оно и происходило. То есть в нынешних реалиях, какие зубы мы можем взять под металлокерамику? Зубы, которые уже не имеют коронковой части, то есть зуб, который уже очень сильно разрушен и у него остался корень. Вы хотите сэкономить средства, вот на такой зуб можно сделать металлокерамическую коронку. Но нужно понимать, что срок эксплуатации у такой коронки немного меньше, нежели чем у безметалловой керамики. Срок службы металлокерамической коронки 7-10 лет. То есть если мы будем говорить про металлокерамику, это на самом деле очень немного. 7-10 лет. 7 лет это маленький срок, то есть вам придется эту коронку потом заменить. Потому что у коронки металлокерамические короночки, они ставятся на специальный цемент. Со временем по границе коронка зуб может начать образовываться кариес. И бывает еще, знаете, какие интересные истории, когда приходит человек и говорит, мне так здорово сделали коронки, которые у меня простояли 20 лет. Когда стоматолог слышит, что коронки стояли больше 15-20 лет, мы практически со 100% вероятностью понимаем, что этот зуб пойдет на удаление. Почему? Потому что там уже есть большой зазор между коронкой и зубом, большой кариозный процесс, который скорее всего уже пошел внутрь, и зуб изнутри будет мягкий. На мягкие, нездоровые ткани мы не можем заново сделать конструкцию. При этом человек, ходя длительное время, испытывает неприятные ощущения, запах из-под этой конструкции. И перепротезировать мы это уже не можем. Но, например, вы приходите, вы сделали металлокерамическую коронку, вы приходите через 7-10 лет и говорите, моей коронке уже, например, 10 лет. Мы ее можем снять, сделать новую и герметично закрыть, опять же, зуб, для того, чтобы зуб, корень дальше не портился. Но главные условия, опять же, к тому, чтобы мы могли это сделать, это должны быть здоровые корневые каналы и отсутствие воспалительного процесса на корне зуба. Металлические коронки. С точки зрения подготовки зубов под металлические коронки даже необходимо зубы подготавливать немного меньше, чем под металлокерамику. То есть с точки зрения биологической целесообразности это даже логичнее. Но металлические коронки имеют один большой минус – отсутствие эстетики. Ну, то есть мало кому понравится, даже в зоне улыбки где-то подальше металлические зубы, желтые, белые, которые будут ярко сверкать, как бриллиант на солнце, да, и когда вы будете улыбаться, будет его видно. Конечно, это очень сильно отталкивает, и никто не хочет показывать свои металлические зубы. Но раньше было, лет так 30 назад, представляете, люди даже приходили и просили здоровые зубы взять под коронки. То есть им хотелось, чтобы когда они улыбались, у них спереди был какой-то зуб желтый под золото. И это был такой, как показатель достатка в семье. Но мы так не делаем. Безметалловая керамика. Здесь мы ее разделим на целых три категории. Первая категория мы сюда отнесем керамику имакс. Вторая категория у нас будет – это цирконий. Это два самых распространенных материала, из которого делается безметалловая керамика. В чем же у них плюсы? У имакса есть огромный плюс – мы можем сохранить максимально ткань зуба, и нам необходимо зуб подготавливать со всех сторон, чтобы сделать конструкцию. То есть мы можем изготовить ортопедическую конструкцию, просто приклеив ее с передней стороны. И это именно из этого материала делают сувениры. Благодаря своим свойствам материала имакс и благодаря современным стоматологическим цементам, материалам, на которые мы фиксируемся, мы можем хорошо приклеиться и создать. У нас адгезия будет не за счет цемента и механического соединения. То есть вот если мы говорим про металлокерамику, мы вот колпачок одеваем, и он у нас плотно подошел, и мы его зафиксировали. То есть если мы говорим про имакс, то у нас к одной поверхности мы приложили другую, соединили клеем, и у нас плотно все держится, что можно даже кусать яблоки. Современный материал, именно из него делаются виниры, накладки и коронки. Чем же отличаются виниры, коронки и накладки, если все это имакс, смотри в отдельном видео. Цирконий. Изначально цирконий был создан как аналог металлокерамики. Почему? Потому что металлокерамика имеет, как мы помним, металлический каркас. И он, конечно же, немного виден. Он фонит таким темным ободком в пришеечной части у зуба. Возможно, вы когда-то видели, что кто-то улыбается, и вроде бы зуб-то красивый, но где-то возле десны такое темное пятно, либо темная часть. И вот это как раз край металлокерамической коронки. Также металлокерамическая коронка, сам металл, окрашивает ткани зуба, и он становится темным. То есть так и так в своей жизни зуб темнеет. Но когда мы одеваем, например, металлическую или металлокерамическую коронку, все равно происходят изменения в структуре зуба, и зуб становится очень темным. Он даже может просвечивать через десну. Если мы с точки зрения химии будем разбирать металл, у них есть одна характерная черта. Это металлический блеск. Но цирконий не обладает этим свойством, поэтому полноценно к металлу мы его отнести не можем. Это полукамень, полуметалл. Это невероятно прочный материал, который очень часто используется в быту, и в том числе в стоматологии. То есть для того, чтобы подготовить под коронку из циркония, нам уже не требуется делать отдельный металлический каркас. То есть мы можем сделать цирконевую коронку в полной анатомии. Соответственно, зуб мы можем подготавливать меньше. Это уже большой плюс. Если мы будем говорить про сроки эксплуатации, например, цирконевых коронок, несмотря на то, что они также ставятся на цемент, но в общей массе то, как изготавливаются металлокерамические коронки и цирконевые, у цирконевой коронки будет гораздо лучше прилегание к зубу. Чем лучше прилегание, соответственно, тем меньше толщина цемента, на который мы будем ставить, и тем дольше эта конструкция будет служить. То есть если мы поговорили, что металлокерамика служит 7-10 лет, то циркони мы можем отнести 10-12 лет. Уже хорошо. Если мы будем говорить про материалы имакс, то имакс у нас имеет еще лучшее свойство, потому что он приклеивается к зубу и становится как единое целое, при этом защищая пломбу, которая у вас уже, например, стояла на зубе. И срок эксплуатации коронок имакс, если у вас живой зуб, который питается изнутри, будет 15 лет. То есть мы можем проследить эволюцию стоматологии, когда мы шли от металлокерамических коронок, которые делали и 40 лет назад, дальше мы пришли к цирконевым коронкам, которые не имеют металлического каркаса, имеют более эстетические свойства. Мы увеличиваем срок службы, опять же, зубов, добавляем эстетики, и цирконевые коронки, они считаются прочнее, потому что, как правило, они делаются из единого монолита, и вероятность скола гораздо меньше. А так как здесь у нас идет металл, соединяется с керамикой, это разные материалы, металлокерамика часто скалывается, и это считается нормой. У нас остался последний материал, который мы разберем с безметалловых коронках, безметалловых конструкциях, которые мы делаем, а дальше мы разберем цены на 2024 год, плюс-минус, какие цены у нас есть в городе Нижнем Новгороде, и на что вы можете рассчитывать. Последняя безметалловая коронка, которую я вам хочу рассказать, это поливошпатная керамика. Поливошпатная керамика. Это именно те виниры без препарирования, которые мы можем сделать, либо с минимальной полировкой зубов, либо с минимальной подготовкой, когда зубы здоровые, целые, без кариеса, и, например, имеются небольшие промежутки. Тогда мы можем сделать виниры из поливошпатной керамики без подготовки. Но поливошпатная керамика немного более хрупкая, нежели чем материал иммакс, потому что она может быть толщиной очень маленькая. То есть она может доходить, толщина винира 0,2 мм. Это очень-очень мало, они прям могут быть прозрачны. Но при этом поливошпатная керамика может служить годами, если у вас полустерта равномерно распределяется нагрузка на все зубы. То есть все зубы присутствуют, нет удаленных зубов, нет неправильного прикуса. То есть в поливошпатной керамике должны быть определенные показания. И я не рассказала, какая же толщина может быть у материала иммакс, например, у виниров. Толщина в пришедчной области у иммакс может быть 0,3-0,5 мм. То есть в зависимости от того, какая толщина коронки, зависит от того, насколько сильно зуб необходимо подготавливать. То есть если мы разбираем безметалловую керамику, мы понимаем, что минимальная подготовка у нас будет у поливошпатной керамики 0,2 мм необходима. Это даже можно сделать плюс ткани, для этого не нужно подготавливать зубы. 0,3-0,5 мм. Это у нас будет материал иммакс. То есть этот материал позволяет нам максимально сохранить ткани зуба и использовать его как на передних зубах, так и на жевательных. Цирконий – это материал, который требует определенной толщины, и под него мы будем подготавливать где-то миллиметр-полтора свои ткани зуба. Но, например, материал цирконий позволяет нам делать определенный вид конструкции. Когда зуб очень сильно разрушен, мы иногда подготавливаем зуб без уступа. То есть классический способ подготовки зуба – это с уступом. И как раз именно цирконий позволяет нам делать керамику без уступа, потому что у него идет очень хорошая биосовместимость с десной. Мы можем отодвигать именно цирконевыми коронками десну и тем самым сохранять зубы как можно дольше. Исходя из всех материалов, что я вам рассказала, давайте подумаем, какие же коронки я бы сделала себе. У меня сделана тотальная реабилитация зубов верхней и нижней челюсти из-за поливошпатной керамики. Нет, я не стала себе делать поливошпатную керамику, потому что у меня недостаточно было промежутков между зубами. А так как я хотела перекрыть цвет, то мне необходимо было раскрывать промежутки. Соответственно, мне поливошпатная керамика не подошла. Цирконий. Под него нужно сильно подготавливать зубы. Соответственно, нет. Я хочу максимально сохранить свои зубы здоровыми, максимально хочу сохранить ткани зуба. Соответственно, я делала себе коронки из материала иммакс. Иммакс – это один из самых современных материалов на сегодняшний день, который позволяет нам сохранить стенки у зубов без подготовки, даже делая ортопедические конструкции. Какие же у нас будут цены? Стоимость металлокерамической коронки в Нижнем Новгороде варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. Это металлокерамика. Стоимость безметалловой керамики в некоторых стоматологических клиниках цирконий и иммакс стоят по-разному. Цирконий немножко дороже, чем иммакс. Но, например, в нашей клинике нет такого разделения, потому что у нас пациент приходит за результатом, а какую коронку мы будем ставить, выбирает уже доктор. У нас пациенты, как правило, не выбирают то, из чего мы делаем коронки. Соответственно, цирконевую коронку или безметалловую керамику мы можем поставить в диапазоне от 30 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Это будет зависеть, какая зуботехническая лаборатория будет изготавливать эту коронку, какие эстетические требования есть у каждого конкретного случая, какой зуб мы будем делать, передний зуб, который, например, нужно один вписать во весь зубной ряд, либо необходимо изменить всю улыбку, чтобы она была светлая, ровная, с прозрачным режущим краем. Или же это просто какой-то дальний зуб. Необходимо установить функцию жевания, потому что ломба занимает больше половины поверхности зуба. Поливошпатная керамика будет стоить от 40 тысяч рублей, также до 80, в зависимости от лаборатории, где это будет изготавливаться. Самое сложное в изготовлении, это, конечно, поливошпатная керамика. Она требует очень большого внимания зубного техника и на изготовление. Лениров из поливошпатной керамики уходит времени в несколько раз больше, чем при изготовлении из материала ИМАКС. Ставь лайк, подписывайся на наш канал, для нас это очень важно, мы стараемся и хотим много пользы для вас принести. Также вы можете записаться на консультацию к нам онлайн или прийти в клинику в городе Нижнем Новгороде.